Всем привет, друзья! Меня зовут Рома, а вы на канале Медблог. И в этом видео мы ответим на вопрос, почему не срастается перелом. Ну что ж, поехали! Друзья, а перед тем, как мы начнем, обязательно подпишитесь на канал Медблог и поставьте лайк этому видео. Это поможет вам не пропустить следующие выпуски, что в совокупности поможет вам грамотно и качественно следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких. Итак, мы начинаем. Большое количество пациентов сталкивается с ситуацией, когда их перелом не срастается в какие-то определенные сроки, которые им на первый день травмы обозначен врач-травматолог. И, соответственно, пациенты начинают волноваться и переживать, ведь их перелом не зарастает. И, соответственно, процесс лечения выходит за ожидаемые сроки реабилитации. Я сам отношусь к тому числу пациентов. Когда я сломал пятую плюсневую кость, мне сказали, что срок иммобилизации в Лангете должен составлять около пяти недель. По факту я же проходил с ней порядка семи недель. И, конечно же, вот эти две недели, которые, казалось бы, преувеличили описанные моим врачом сроки иммобилизации, весьма заставили меня поволноваться. А вдруг с моим переломом что-то не так? Я уверен, что каждый из нас знает, что такое перелом кости. Но все же, не нарушая традиции, я хочу начать это видео с определения. Перелом – это нарушение целостности кости в результате воздействия на кость травмирующих сил, превышающих прочность кости. Именно так пишут в наших любимых учебниках по травматологии. Эффективность сращения перелома зависит от большого количества факторов. К ним можно отнести локализацию перелома, степень тяжести перелома. Например, переломы с смещением отломков кости заживают медленнее. Также важным фактором в заживлении перелома является наличие осложнений перелома, таких как остеомиелит. Кроме этого, качество заживления целиком и полностью зависит от правильно наложена ли лангета и выполнил ли пациент рекомендации по ограничению физической активности на момент ношения гипса или лангеты. Зная это, мы можем сформулировать основные причины, по которым перелом не заживает вовремя. И к ним относятся следующие. Наиболее часто встречаются ошибки во время наложения лангеты. Это зачастую является участью медперсонала и врача, которые участвуют в наложении лангеты. К сожалению, сам пациент это предотвратить никак не может. Просто необходимо найти и довериться опытному и хорошему врачу. Неправильно наложенная лангета или гипс может привести не только к тому, что увеличатся сроки иммобилизации, но и к тому, что перелом срастется неправильно, что в конечном итоге может проявиться болевым синдромом или нарушением функции конечности после заживления. Вторая причина, по которой переломы не срастаются вовремя, встречается также в подавляющем количестве случаев. Это несоблюдение пациентами рекомендаций по ограничению физической активности. Например, если у пациента сломана нога, немногие из них воздерживаются от ограничения физической активности на весь период иммобилизации. Некоторые уже буквально на второй день начинают ходить, используя ногу, которая находится в гипсе или в лангете, в качестве опоровой. Ходят они, конечно же, при помощи костылей, но сам факт того, что на ногу в гипсе или в лангете, которая недавно подверглась перелому, наблюдается такая избыточная физическая нагрузка, не является благоприятным. И, соответственно, он выливается в более длительные сроки реабилитации и восстановления сращения костей. Третья причина, по которой мы можем наблюдать увеличение сроков сращения перелома, это локализация. Переломы позвоночника, плюсневых костей или костей таза имеют более длительные сроки восстановления, нежели, например, чем перелом локтевой кости. Это обусловлено анатомическими особенностями, особенностями кровоснабжения и еще рядом причин. Причина номер четыре – это наличие осложнения переломов. Например, если мы наблюдаем перелом кости в двух местах или мы наблюдаем смещение обломков кости, то в этом случае процесс заживления будет дольше. Причина номер пять – это наличие системных заболеваний. Сюда можно отнести остеопороз, сахарный диабет и заболевания артерий и вен, особенно если мы говорим про переломы конечностей. В этом случае из-за наличия вышеперечисленных заболеваний сроки восстановления также увеличиваются. Причина номер шесть – это возраст. Согласно статистическим исследованиям, люди, которые находятся в возрасте 60 лет и старше, имеют увеличенные сроки восстановления перелома. И последняя причина, которую я хочу озвучить – это прием некоторых групп лекарственных препаратов на регулярной, то есть постоянной основе. Например, гормональных противовоспалительных препаратов. Друзья, но важно разделять такие понятия, как замедленное сращение обломков костей и патологическое несращение перелома. Обычно полное сращение обломков кости после перелома наблюдается через 3-6 месяцев с момента получения травмы. В случае, если за этот период кости не срослись, мы говорим уже о патологическом течении данного заболевания. Поскольку, если спустя 6 месяцев с момента получения травмы кости не срослись, мы можем наблюдать осложнения перелома, такие как псевдосустав. В этом случае обращенные к друг другу поверхности костей покрываются соединительной тканью, что попросту не дает возможность костям срастись между собой. В этом случае единственное эффективное лечение – это оперативное вмешательство. Поэтому, друзья, не стоит волноваться лишний раз. Мы уже обсудили ряд основных причин, по которым перелом может срастаться чуть более длительное время, чем мы ожидали и, может быть, ожидал наш лечащий врач. Однако, это все равно является абсолютно нормальным, если, опять же, виной тому одна из вышеперечисленных причин. Часть причин, о которых мы говорили, можно устранить. Например, ограничить физические нагрузки на сломанную конечность. Или же, в случае, если лангета наложена неправильно, наложить ее правильно. И в этом случае, соответственно, перелом будет иметь нормальные сроки восстановления. Если мы же говорим про причины, которые мы не можем устранить, например, возраст пациента или наличие хронических системных заболеваний, то в этом случае просто необходимо помнить, что в нашем случае увеличение сроков сращения костей является нормальным. Вообще, перелом – это довольно коварное заболевание. Оно требует бдительности как от пациентов, так и от врачей, поскольку мы можем попросту упустить наличие каких-либо осложнений перелома из-за невнимательности или из-за банальной лени, которая не позволит нам выполнять медицинские рекомендации. Поэтому, друзья, если кто-то из вас, так же, как и я, столкнулся с переломом, который имеет увеличенные сроки восстановления, не стоит волноваться. Просто соблюдайте медицинские рекомендации и помните о том, что все будет хорошо. Друзья, а если вам было интересно и познавательно, то обязательно подписывайтесь на канал Медблог и ставьте лайк этому видео. Ваши вопросы задавайте в комментариях под этим видео, либо на мою личную страницу в Инстаграм. Ссылка будет в описании. Друзья, уже совсем скоро мы увидимся с вами в следующем выпуске. Но самое главное – никогда не забывайте, что самое важное – это наше здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok